Да, выглядит, конечно, крипово. Я вообще прикол. Кстати, хорошо работает стабилизация на фронталке. Канал Закупыч, и это Техновыпуск. Друзья, всем привет! Прислали мне на обзор вот такой бюджетный телефончик. Первый раз слышу эту фирму. Какая-то иной... Правильно ли? Иной. Такое ощущение, что это фильм ужасов. Иной начало. Иной 6. Давайте посмотрим сразу на коробку. Что тут за характеристики у нас на коробке указаны. MTK 6739, 1,3 ГГц, 2 сим-карты Android. Дисплей 5,5 дюймов. HD IPS. Памяти 1 ГБ оперативной, 8 ГБ встроенной. С поддержкой microSD до 128 ГБ. Основная камера 13 Мп, плюс вторая камера 0,3 Мп. Фронтальная 8 Мп. USB 2.0, OTG поддерживает. То есть к нему можно подцеплять мышку, клавиатуру и так далее. Wi-Fi. GPS. А GPS какой-то, типа, улучшенный GPS. Батарея. Кстати, батарея крутая. 4750 мкАч. Литий-полимер. Комплектация смартфона, зарядное устройство, кабель. Так, ладно. Давайте его открывать. Откроем его по-быстренькому. Посмотрим. И я сразу же, забегая наперед, скажу, что я им попользуюсь недельку. И все плюсы и минусы расскажу сразу же после распаковки. То есть, вот такая у нас коробочка типа тушная. Ого! Он такой толстенький, такой кирпичик. Это прям идеальный смартфон для вашего папы. Он очень тяжелый. Толстый, очень тяжелый. И выглядит, кстати, симпотно. Так эту штуку мы отклеим. Сразу же. Да, кстати, на ощупь он солидный. Сборка здесь прям охренительная. Так, ладно. Пускай он тут полежит. Давайте посмотрим комплектацию. Я вообще обожаю смотреть коробочки. На коробочке здесь у нас скрепка. Скрепка огромная. Такой скрепкой, я не знаю, можно шить. Такая мини-мини-мини-иголка. Здоровенная скрепка. Так, тут у нас что-то отклеилось уже. Ладно, понятно. Скрепку оставляем. Тут у нас просто все навалено. Извиняюсь, пришлось прерваться. Позвонили. Я думал, что что-то важное. Это там 5 миллионов рублей под 2% годовых. Как всегда реклама, блин. Ого! Что это? Ничего себе, какой здесь прикольный кабель. Вы только посмотрите. Кабель USB на microUSB. Такой прикольного цвета. Вау, фиолетовенький. Ничего себе, они заморачиваются. А, этот смартфон стоит около 6000 рублей. Можно найти даже за 5 его купить. И за эти деньги он очень прикольно смотрится. Вы только посмотрите на это. Ах, это надо сфоткать на превьюшку. Вообще супер. Так, здесь у нас какая-то карточка. Можно в карты поиграть. И на дне упаковки. А, вот оно все, как это выглядит. Это важная информация. Видите, сверху у него джек 3,5 для наушников. Две сим-карты. Для увеличения емкости вставьте microSD. А, то есть здесь нельзя одновременно пользоваться. Тут или одна сим-карта и microSD, или две сим-карты. Видите, они как в лоток вставляются. И зарядка. Используйте приложение иной, чтобы круче управлять своим смартфоном. Ничего себе. Первый раз вижу такую комплектацию. Очень прикольно смотрится все это дело. За упаковку и за дизайн лайк. Зарядка на 2000. Ну, такая прикольная, нормальная зарядка, как зарядка. Кабель обалденный. Но эта скрепка огроменная. Я вообще с него в шоке, честно говоря. Давайте сразу достанем лоток. Посмотрим, что там за лоток такой. Что его надо такой скрепкой доставать. Итак, можно сказать, первый косяк телефона. То, что мне пришлось давить прям очень сильно скрепку сюда, чтобы лоток наш выпал. Вот такой он здоровенный. Видите, сюда можно вставить или две симки, или симку и флешку. Такой комбинированный разъем. Ладно, вставляем обратно. Ну, очень-очень плотно пришлось вставлять. Ну-ка, может, это просто не разработалось? О, да. Прям надо с силой. Я надеюсь, я там ничего не повредил. Наклейка на экране. На ней повторены все основные характеристики. Будь круче. Хэштег. Иной 6. Вау. Большая батарея, 4G, быстрый интернет. Современный Android 8. Кстати, это круто. Сканер отпечатки пальцев, двойная камера, 5,5 экран. А, 18 на 9 экран. То есть, такой популярный формат, как в новых айфонах. Сканер мы проверим. Так, давайте мы его отлепим. О, да. Да. И теперь включаем. Все отклеилось у нас отлично. Йо. Иной. В Android. Какие закругленные здесь края. Как будто бы это этот. Samsung. Такие закругленные, но не острые. Так, тут у нас, я так вижу, датчик освещения, что ли, даже есть. Было бы круто. По управлению телефона. Слева у нас лоток для сим-карт. Справа у нас громкость сверху. Снизу разблокировка. Снизу всего телефона у нас микрофон. Такие болтики, смотрите, светящиеся прикольные. Зарядка. Динамик. Сверху для наушников. Разговорный динамик. Камера. Здесь у нас две камеры. Вспышка и разблокировка. Да. Привет. Привет. Придорожен. Снимаю телефончик. Ну что, выглядит он, конечно, бомбезно. Шикарно такие цвета. Экран классный, я могу вам сразу сказать. Гугл-кавиатура здесь установлена. То есть, все максимум гугловское. Активируйте свой телефон. Требуется активация. Что еще за активация нужна? Какие-то тут уже фишки появились. А, типа какая-то гарантия иной. Так, давайте мы попробуем его заблокировать и разблокировать пальцем. Так, но что-то он не слишком лихо разблокируется. О! Прикладываю. Разблокировался. Прикладываю. То ли это лагает интерфейс, не могу понять. Но через секунду срабатывает отпечаток пальцев. Я его сразу задал в настройках системы. Вот его прикладываю. Его нужно положить, прямодержать. Да, ну, сканер отпечатки пальца работает, но мог бы работать и пошустрее. Итак, на телефоне установлен Android 8.1.0 и 0.6. Так, больше здесь ничего интересного нет. Быстрый доступ к камере. И как его включить? А, два раза нажимать кнопку питания, включится камера. Ну-ка, давайте проверим. Опа, да, работает. Смотрите, включилась камера. О, можем сфотографировать. Сфотографировать пенечек мой. Ну, камера здесь стоит тоже обычная гуглская. HDR здесь можно включать, отключать. Режим HDR. Ну-ка, давай сфоткаем в режиме HDR. Ну, в режиме HDR он такой подвисает. Чуть-чуть. Так, выключим. Можно включить вспышку, чтобы со вспышкой фигачить. О, вспышка сейчас включилась. Можно вспышку выключить и поставить на автомат. Но оставляем на автомате. Потом можно сразу же перейти в видео. А, он сразу же записывает видео. Прикольно, да. Здесь стоит обычная гугл камера. И сразу же, видите. О, сейчас камера включилась. Раз, раз, раз. Хомяки. Где вы там? Хомяки спят. Ничего интересного. Отключаем камеру. К настройке. Место съемки. Экспозиция. Режим съемки. Баланс белого. Параметры изображения по умолчанию. Подавление мерцания включить. У нас 50 Гц. Так что пускай будет. Фото без задержки. Стабилизация выключена. Обнаружение лиц. Автопределение сцены. Непрерывная съемка. Режим съемки 4х3. Да, во весь экран. О. Размер фото. 9 мегапикселей. О, даже есть непрерывная съемка, кстати. И видео. Микрофон включить. Качество. Full HD, кстати, снимает. Нифига себе. На удивление, за 6000 он снимает Full HD. Это я вам скажу круто. Микрофон и EIS какой-то есть. Я даже не знаю, что это такое. Поэтому не буду включать. Давайте, может быть, включим стабилизацию. Посмотрим, что там за стабилизация такая. Включил стабилизацию. О, поснимаем с Веню. Тест записи на Enoi 6. Снимаем с Веню. Стабилизация включена. Вот, я сейчас попрыгаю. Блин, на удивление, здесь нормальная стабилизация, кстати. И выглядит все солидно на экране, на самом. Да, так что мне нравится, кстати. Не, вроде все нормально. Нормальная камера. Ничего не могу сказать. Правда, конечно, освещение у меня здесь хорошее. Но вот в хорошем освещении снимает хорошо. Так, тест видео. Сфокусировались на листике. Убрали листик. Так, вроде приходится по касанию все-таки фокусироваться. О, ну и ярко там стабилизирует. Давайте пройдемся пешочком. Не, ну вроде нормально. На экране выглядит, кстати, нормально все. Еще, смотрите, тут сбоку можно потянуть стрелочка какая-то. А, или просто на нее нажать. А-а-а. Смотрите, мел на черной доске можно выбрать. Вот это прикольно. Вы даже ничего не видите. Сейчас я сфоткаю, вам покажу. Очень прикольный эффект. Прям классно. Сейчас свинью зафоткаю. Вообще супер. Это, получается, режим съемки здесь есть. Фильм, негатив. Великолепный. А, то есть он будет там украшать все. И он, кстати, видите, сразу показывает. То есть свинью тихий, пастеризация. Нифига себе, тут фишечек у камеры полно, кстати. Наставлю фильм, наверное. О, какая свинка в фильме у нас. Ха-ха. Блин, прикольный, прикольный телефон. Не, камера норм, для бюджетника норм. Ничего не могу сказать. И видео пишет нормально, и фотки фоткает. Давайте посмотрим, что-то на нем установлено из коробки. И что тут, гугл-сервисы установлены, ютюбчик и все такое. Давайте запустим что-нибудь из ютюбчика. Не сейчас обновлять, сейчас не будем ничего. Канал закупач. Так, вот мой канал. Вот, кстати, мое последнее видео про кукольный домик. Что я снимал? Качество 480 почему-то. Не, ну динамик крутой. Блютуз не беспокоить. Фонарик можно включить. О, оно по умолчанию стоит. Автоповорот. Режим энергосбережения. Мобильный интернет. Режим полета. Трансляции. Можно сразу хромкаст или куда-то там везти. Если у вас телезард поддерживает штуку, можно телезард передавать изображение. Передача геоданных. Точка доступа. Обратные цвета. Экономия трафика. Хранилище файла с ГО какой-то. И нерви, которыми я никогда не пользуюсь. По умолчанию стоит вот такая шторка, которую нужно перелистывать влево-вправо. Чтобы, к примеру, здесь у вас на пол все самое необходимое. А здесь такие, которыми особо не пользуетесь. По умолчанию почему-то автоповорот был выключен. Я вот включил автоповорот, теперь он заработал. Вот такая у нас вспышечка симпатичная стоит. Не, ну вроде все нормально, мне нравится. Единственное, что YouTube почему-то 480. Итак, плюсы и минусы смартфона Иной 6. Давайте начнем с минусов. Очень мало памяти. Оперативный 1 гигабайт и встроенный 8 гигабайт. Это очень мало. Обязательно нужна флешка. В нынешних реалиях это очень бюджетные характеристики. Из игр нормально потянет только Angry Birds и похожие несложные игры. Чисто звонилка с хорошим интернетом для просмотра фильмов и YouTube онлайн. Нет отдельного слота для карты памяти или две сим-карты или одна сим и карта памяти. Это тоже, я считаю, обычно в китайских смартфонах там есть два отдельных слота для симки и отдельный слот для карты памяти. Греется на зарядке. Один раз я поставил телефон на зарядку и он у меня обновлялся. То есть скачал в это время обновление и на телефоне появилось надпись, что батарея перегрята. То есть и когда телефон стоит на зарядке, лучше им не пользоваться. Но это все из-за того, что слабые характеристики. Очень скромная комплектация. Нифига нет в комплекте, кроме зарядки. Экран и корпус очень марки. Поэтому всем советую брать себе защитную пленку точно, чтобы отпечатки пальцев не оставались на экране. Ну и чехол по желанию. Вообще сзади телефон оттирается легко. То есть можете чехол покупать, можете не покупать, если хотите. YouTube тянет только в качестве 480. Это все потому, что у него такие узкие и широкие экран. То есть там не 720 идет, а 480 при просмотре YouTube. Хотя сам он снимает Full HD видео. Пытался я многократно установить на него Antutu и проверить телефон. Но Antutu постоянно зависает. То есть на этом телефоне какие-то сложные игры поиграть вообще не получится. Ну и давайте перейдем теперь к плюсам. Плюсы телефона. Свежий Android 8. Две сим-карты. Модное соотношение сторон экрана 18 на 9. Телефон реально выглядит круто. Нормальная камера. Есть 4G. Кстати по камере прям очень даже хорошая камера на уровне телефонов за 12-15 тысяч. Огромная батарея. Телефон держит 2 дня. Хорошая крепкая сборка. Вообще в руке он сидит отлично. Красивый современный внешний вид. В черном и золотом цвете они бывают. У меня черная модель. Еще можете найти в золотом цвете у себя в городе. Безусловный плюс это цена. Цена очень бюджетная. 6 тысяч. Есть сенсор отпечатка пальца. То есть это тоже плюсик за такие деньги. Хорошая камера с наворотами. Плюс рабочий режим HDR. Да, HDR здесь кстати работает. То есть если недостаточно освещения или какая-нибудь сложная сцена по солнышкам через листики светится, то HDR вам поможет. И есть режим автояркости. Это вообще практически нигде в телефонов за 6 тысяч нет автояркости за эти деньги. В общем можно делать вывод, что неплохой телефон за свои деньги. Единственное конечно он не для игр. Наверное все таки подойдет для более взрослых людей, которые не будут играть в игры. Или же для первого телефона, к примеру, школьнику. Я думаю он подойдет отлично. В общем ссылочка на телефон будет в описании. Покупать не покупать дело ваше. Смотрите цену в вашем городе. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, как вам вообще телефон. Всем пока. Продолжение следует.